Более 140 стран, в том числе 25 тысяч научных и исследовательских центров, являются читателем ресурсов Уайли. Научное портфолио включает в себя более чем 1600 рецензируемых журналов, академические и профессиональные книги, 13 баз данных, справочные сборники и протоколы. На данном слайде вы можете рассмотреть обзор публикаций статей за последние 5 лет, а также увидеть, в каких отраслях больше всего опубликована работа. На сегодняшний день более 55% от всего журнального портфолио Уайли входят в 1 и 2 квартиры. Итак, из предметных областей стоит выделить, что самая большая публикация за последние 5 лет – это в области науки о жизни, медицины, агронаука, физика и химии, инженерии, математика и социальной науки. Переходя с вами на рассмотрение журнальной коллекции, которая доступна Финансовому университету и другим научно-образовательным организациям в рамках централизованной национальной подписки РЦНИ, то здесь хотелось бы в первую очередь выделить ключевую особенность журнальной платформы. Это является то, что публикация научных сообществ занимает основную часть портфолио издательства. То есть более 58 журналов публикуются совместно с научными сообществами, таким как КАК РЕЙН, Институт инженерии и технологий и Американский геофизический союз и многие другие. Это говорит о доверии международных научных сообществ объединений при публикации в издательстве «Вайли». Важно также подчеркнуть, что издательство является мультидисциплина, то есть публикует в более чем 500 основных предметных категориях. 26 журналов «Вайли» — номер один по предметному направлению, и 259 журналов занят ключевой ранг в своих предметных категориях. Данная статистика была основана на последнем отчете GCR, и, соответственно, она приведена здесь на слайде. Также на слайде вы можете увидеть предметное распределение в процентах. Самым значимым по объему публикации являются это медицина, наука жизни, социальные поведенческие науки, бизнес, экономика и финансы. На данном слайде представлено изображение иллюстрации количества журналов в соответствии с предметной направленностью. То есть здесь мы можем понять, что достаточно большое количество журналов публикуется по направлению, которым занимается финансовый университет. Более подробно можно всегда изучить информацию на сайте издательства, рассмотреть, это мы сегодня тоже с вами рассмотрим, как можно работать на платформе и где смотреть по особенностям предметов, как найти те предметные направления, которые нас интересуют. На данном слайде представлен скриншот платформы Wiley Online Library, где есть возможность работать не только с журналами, но и с онлайн-книгами и справочниками. То есть здесь они у меня отмечены в нижней части. И также хотелось бы обратить внимание, что при работе с ресурсом в вашей библиотеке важно создавать учетную запись, которая позволит в последующем удаленной работе с журналами в течение 60 дней, что достаточно удобно для тех исследователей, которые часто не могут, не успевают работать в библиотеке с ресурсом. Стоит также отметить, что платформа проста в работе, что позволяет смело ориентироваться в поиске необходимого материала и, как говорится, юзер-френдли, и доступна для каждого пользователя. И, соответственно, мы это тоже с вами чуть позже рассмотрим. Хотелось бы пару слов сказать о Кокреминской библиотеке. Это коллекция баз данных, содержащая высококачественные обзоры и наблюдения, которые поддерживают экспертов в области медицины и медицинских исследований. Как мы знаем, что данная база, она доступна в полном режиме не всем организациям в России, если сравнивать журнальные коллекции, но как обычный пользователь и не медицинский специалист, мы всегда можем обращаться к этой базе данных, потому что большая часть информации, которая необходима нам как неспециалистам, она доступна на платформе. И я вам могу тоже показать, как это работает для обычного пользования, что мы можем видеть и какую информацию мы можем с вами тоже перепроверять. И, соответственно, также на этой платформе вы можете читать контент не только на английском языке, но и на русском, который подготовлен специально ассоциациям, извините, организаций, как Рейн Россия. И продолжая тему возможностей платформы Wiley Online Library, хотелось бы обратить ваше внимание, что вам доступны различные полезные ресурсы, такие как Wiley Author Services. Этот портал для авторов и исследователей помогает ориентироваться в публикационном процессе, начиная с поиска журнала, заканчивая с конечным продвижением в вашей рукописи. Позже мы перейдем с вами на этот портал и посмотрим, какие есть возможности, инструменты для работы. Также команда Wiley собрала массу материалов для пользователей, которые помогают ориентироваться в использовании ресурсов, изучать последние аналитические материалы от команды специалистов Wiley по различным актуальным и научным темам. Сейчас мы с вами перейдем на платформу и вместе рассмотрим все доступные инструменты. Если у нас вопросы, вопросов пока не видим. Тогда я приступлю к демонстрации экрана. Я надеюсь, мой браузер виден. Отлично, тогда я перейду. Здесь представлено на первом слайде у меня, в первом вкладке, это wiley.com, это официальный сайт издательства. На данном сайте издательства вы можете рассмотреть все то, чем занимается издательство. Как было сказано ранее, что издательство Wiley публикует не только академический контент, но и образовательный, оказывает различные услуги по изданию, издательству, также различные IT-решения и так далее. Если говорить про нашу академическую составляющую портфолио Wiley, то это находится у нас в разделе Research Libraries. Вы также можете в последующем, когда у вас будет возможность посмотреть, какие другие есть возможности Wiley. В целом на сайте представлено много доступной информации, которая предлагается в открытом, бесплатном виде для читателей. Итак, здесь вкладыши мы можем сразу перейти с вами на Wiley Online Library. Как вы видите, здесь сайт очень легок в запоминании, onlinelibrary.com. На заглавной странице вы, как пользователь, у кого есть доступ к подписке, в журнальной коллекции, вы можете сверху увидеть аффилиацию с той организацией, которую вы представляете. Вот на данный момент у меня, как у представителя, дать этого Wiley. В России аффилиация стоит как IRC, поскольку мы представляем Wiley в разрезе национальной подписки. Итак, если у вас нет вдруг аффилиации, но вы уверены, что у вас есть подписка, то здесь уже необходимо обязательно связаться с нами, либо с оператором подписки и обязательно направить запрос о том, что у вас нет подписки. То есть это первый знак того, что у вас есть какие-то технические сложности. Также, как было ранее сказано, важно создавать учетную запись. Здесь учетная запись позволяет вам не только сохранять то, что вы запускали, какие поиски вы делали, какие-то уведомления, но также в течение 60 дней вы можете сохранять удаленный доступ на ресурс и, соответственно, пользоваться в удобном для вас месте этим ресурсом, потому что ваша учетная запись будет аффилирована с той организацией, где вы ее создавали в течение 60 дней. Говоря про интерфейс сайта, он здесь, как было ранее сказано, достаточно легок в использовании. На центральной части здесь поисковая панель, которая позволяет вам сразу без трудностей запускать тот запрос, который вас интересует. Например, вы можете выбить любое слово. Например, в моем случае выбиваем Cosmos Space. И здесь система предлагает различные вариации по вашему запросу. То есть если вы оставляете как Everything везде, то система будет запускать поиск по слову Space по всей базе. И, соответственно, далее вы можете уже здесь просматривать тот результат запроса, который у вас есть. И здесь, соответственно, делать дальше работу по корректировке с использованием фильтров. То есть фильтры по типу публикации, фильтры по дате публикации и так далее. То есть здесь также дополнительно вы можете запрашивать тот разрез предметного направления, который вас интересует. Если нас, например, интересует тема космоса, но в разрезе именно Business и Management, то мы нажимая здесь на панельку Subjects, предметы, для нас появляются именно те публикации, которые именно в том разрезе, который нас интересует. Также мы можем использовать фильтр по журналам. На данный момент книги Вайли недоступны в рамках централизованной подписки, поэтому мы сразу здесь можем ограничить работу по журналам. И, соответственно, далее уже использовать те фильтры, которые есть. Это по дате публикации, если это необходимо. Если вы знаете, какой журнал вас интересует, то по журналам и так далее. И, соответственно, вы всегда можете сохранить ваш поиск. Как вы видите, здесь сверху звездочка. Можно нажать на кнопку Save Search. И, соответственно, вы можете здесь видеть этот логин. Он еще раз просит мой логин. И, соответственно, я сейчас повторно запустила себя в систему. И, попробовав, нажав на Save Search, я нажимаю, могу назвать этот поиск как необходимо мне, чтобы я могла вспомнить последующим. И, соответственно, здесь настраивать уведомления о результатах по вашему электронному адресу, по электронной почте. Также вы дополнительно можете сделать Refine Search. То есть, если вы хотите дополнить ваш поиск и, возможно, что результаты поиска не соответствуют вашим запросам, то далее вы можете здесь дополнительно уже в окошке носить тот запрос, который вас интересует. То есть, вы будете поиск делать по наименованию, по автору, по ключевым словам и так далее. И здесь, соответственно, вы можете запускать по публикационным датам, если вас интересует более свежий контент, либо контент по каким-то архивным базам. Сейчас мы с вами возвращаемся на главную страницу. Вы на главную страницу можете вернуться, нажав на иконку Wiley Online Library, соответственно. Если говорить про простой поиск, мы сейчас с вами его просмотрели. И Advanced Search, расширенный поиск, здесь вы можете дополнительно запрашивать тот запрос, который вас интересует. Мы, как представители Wiley в России, в течение академического года всегда проводим тренинги, вебинары для всех участников. Поэтому приветствуем вас, приглашаем вас на наш вебинар. В ближайшее время мы будем анонсировать расписание вебинаров Wiley на полгода. Соответственно, если говорить вкратце о расширенном поиске, то здесь вы также можете запрашивать тот, эти заголовки, эти ключевые слова, которые вам необходимо найти. И также для всех пользователей здесь, с правой стороны, представлены советы, как эффективнее находить тот запрос, который вас интересует. Какие можно логические операторы использовать в вашем поиске. Дополнительные знаки, какие вы можете использовать при наименовании, при поиске каких-то ключевых слов и так далее. Сейчас мы не будем с вами проделать расширенный поиск, чтобы не тратить время. И следующая возможность, вы также можете сразу перейти на журналы, нажав также на кнопку «Активную ссылку журналы 1600». И здесь у вас открываются все журналы, которые есть в «Дать стиваль». Они расположены в алфавитном порядке. Здесь вы также можете выбирать, если вы знаете, с какой буквы начинается ваш журнал, либо дальше уже, соответственно, работать с теми данными, соответственно, запуская простой поиск. И здесь вы можете также возвращаться и получать ту информацию по вашему запросу. Следующее. Говоря о предметных направлениях издательства, ранее я отмечала, что издательство является мультипредметным издательством. И порядка 500 предметных категорий есть у издательства. Если мы говорим про направление финансового университета, то здесь мы можем начать сразу наш поиск по платформе Wiley, используя предметный рубрикатор и нажимая на «Бизнес, экономик, финансик, аккаунтинг», здесь вы увидите, что в появившемся окне раскрываются дополнительные разделы данного предметного рубрикатора. Вы можете, например, дальше, если мы знаем, что нам, предположим, необходимо понимать, что у нас там по экономике, нас интересуют темы экономики. Следующее. После того, как мы переходим в предметную направляющую «Экономикс», здесь перед вами представлены те предметные направления, категории, которые есть у издательства. То есть это у нас, может быть, история экономики, экономическая теория, информация о финансовой экономике и так далее. То есть перейдя сейчас на любое, например, «Бизнес» и «Корпорит экономикс», мы можем посмотреть те запросы, которые есть. То есть автоматически система выдает все результаты, но так как мы, например, знаем, что у нас есть только подписка на журналы, то выполняя запрос по журналу, вы можете рассмотреть, какие журналы есть по вашему направлению, которое вас интересует. Также вы можете здесь посмотреть параллельно смежные области этих журналов, то есть если нас интересует не только сугубо экономика, но, может быть, привязки из бухгалтерии или социологии, вы здесь также можете применять фильтр и смотреть, что здесь есть по тому запросу, который у вас есть. Мы сейчас с вами опять возвращаемся на главную страницу. Мы с вами рассмотрели предметный рубрикатор. Как видите, он большой. И здесь можно использовать его, если вы уверены, какое предметное направление вас интересует, и, соответственно, дальше выполнять поиск по контенту. Из ключевых моментов, которые хотелось бы обратить ваше внимание, это вот этот раздел, называется «Resources». Этот раздел предлагает всем читателям, авторам, исследователям библиотеки воспользоваться тем доступным контентом для улучшенного использования ресурсов, также какие-то советы, информация о ресурсе, может быть, какие-то дополнительные тренинги и переводные материалы и так далее. Если рассматривать раздел «Resources», то вы можете, сразу перейдя на раздел «Resources», открыть информацию, какую предлагается от имени команды Wiley для всех исследователей. Здесь вы можете посмотреть, какие исследования можно найти, как можно поделиться с вами исследованием, как опубликовать и советы для всех исследователей, как быть всегда в курсе последних каких-то событий. Мы сейчас с вами рассмотрим по категории. Значит, здесь из ресурсов важно. Вы всегда можете, как исследователь, зайти в раздел «Find training resources» и посмотреть, какие доступные есть обучающие материалы для работы с платформой. Если у вас есть вопросы, как настраивать уведомления, как пользоваться ресурсами и так далее, как использовать удаленный доступ, вы можете всегда это посмотреть на данной кладке. Вот, также вы можете посмотреть ресурсы для авторов. То есть много-много полезной информации, в том числе вебинары, которые доступны уже, как видеопросмотры, и, соответственно, другие информации для поддержки исследователей. Если мы говорим про библиотеку, то здесь вы можете также, как библиотекарь, всегда перейти в раздел «Librarians», «Find training» и здесь посмотреть, какие есть доступные материалы, как для сотрудников библиотеки, как можно продвигать подписку, какие необходимые технические данные знать и так далее. То есть вся полезная информация для сотрудников библиотеки тоже представлена в разделе «Librarians». То есть это очень удобно и сразу понятно, где что смотреть. Также, если говорить про «Society», здесь у нас есть возможность ознакомиться, как можно опубликоваться с Вайли, какие есть тренды на текущий момент. Эта вкладка очень полезна для пользователей, для исследователей, студентов. Здесь можно получить массу полезной информации касаемо какой-то подборки от команды Вайли по журналам, по аналитическим данным и так далее. То есть здесь вся информация также представлена у нас в разделе «Societies – Learn About Trends». И следующий раздел, который также хотелось бы обратить ваше внимание, о котором мы уже говорили, это раздел для авторов. Здесь есть возможность сразу перейти, если мы уже активный автор, который публикует свои работы, то вы можете здесь подать сразу статью на публикацию, также посмотреть, на какой стадии находится ваша публикация статьи и так далее. Но мы сейчас с вами перейдем в раздел «Learn About Open Access». Это сейчас представлен перед вами Вайли Auto Services, тот портал, о котором было сказано на слайде. Данный портал предлагает такую как цепочку инструментов, для авторов, начиная с самого начала. То есть если мы можем посмотреть с вами сейчас здесь, Auto Resources, то здесь можно увидеть, что здесь представлена информация, как можно опубликовать свою журнальную статью, либо как опубликовать свою книгу. Нажимая «Как опубликовать свою статью», мы здесь получаем порядок действий для авторов, для исследователей, как необходимо, как стоит, как советует издать в Вайли, подходить к написанию статьи. То есть обязательно необходимо найти информацию про тот журнал, в котором вы планируете публиковаться, и, соответственно, дальше уже выполнять все шаги по подготовке, написанию, по подаче, по рассмотрению вашей статьи, а также информацию по лицензированию статьи, в каком типе доступа вы планируете публиковать, либо это будет у нас открытый доступ, либо платный. И, соответственно, вся информация будет представлена здесь. И, соответственно, если мы говорим про Open Access, то здесь вся информация про стоимости публикации в издательстве Вайли представлена. И следующие две – это вкладки, как в целом просматривать свою публикацию, как смотреть, на каких шагах, на каком этапе находится ваша рукопись. И следующее, когда уже вы получаете информацию, что ваша статья одобрена, как ее продвигать в научной среде, как максимально увеличить все видимость. Соответственно, для автора это еще раз большой бонус того, что его исследование будет значимо, будет услышано и увидено. Если мы говорим про Finder Journal, раздел, где у нас информация представлена, как найти правильный журнал, то здесь издатель Вайли предлагает две опции. Первая опция, которая есть и очень полезна в использовании, сейчас я другие вкладки закрою, это инструмент, называется Journal Finder. Здесь есть возможность просматривать в той области, которая вас интересует, то есть первый фильтр, который вы видите. Мы знаем, что нас интересует только бизнес-экономика. Мы здесь запускаем Apply, то есть запрашиваем. Также, если мы с вами знаем, в какой области нас интересует именно публикация нашей статьи «Бизнес, экономика, финансы», то здесь мы можем тоже с вами, например, нажать «Accounting», «Булатерия». И следующее – Apply, и здесь, как вы видите, результат наших запросов уменьшается. Соответственно, здесь у нас уже есть 9 результатов. Что из особенностей? Да, мы здесь видим журналы, можем просмотреть, но из ключевых возможностей здесь можно сравнивать, какие есть возможности публикации. Например, если нас интересует какой-нибудь австралийский обзор, журнал, предположим, журнал по финансам, и «Булатерия», и также, например, какой-то другой. Здесь мы можем максимум использовать сравнение 4 журнала, поэтому мы для сравнения возьмем просто 3 и сравним. Соответственно, здесь при результате сравнения… Да. Елена Александровна, первая, слушатели пишут, что видят только первый слайд. И не видят изменения. Так, давайте посмотрим еще раз. Так, как сейчас? Мы сейчас видим вашу вкладку «Валли.ком». Да, и активную вашу «Мушку». Видите, да? Отлично, извините, да, может быть что-то. Если вы будете из этого браузера переходить в другой, то… Так, смотрите, а если я сейчас меняю вкладки, это видно, да? Вкладки, да, мы видим, что вы меняете. Так, хорошо, да, тогда я немножко вернусь назад. Надеюсь, что какую-то часть информации удалось увидеть. Еще раз повторюсь, что мы сейчас с вами рассматривали возможность работы с инструментом «Find Journal» на портале «Валли.author.services», который мы с вами нашли на главной странице «Валли.онлайн.лайберри». Сейчас я вам еще раз покажу, если вдруг это было не видно. Здесь, значит, у нас главная страница online.library.com и в разделе «Others» мы нажали на вкладку «Lowin about open access», и здесь у нас открылся сразу портал «Валли.author.services». Вы также можете переходить не только по «Узнать про открытый доступ», но и по вкладке «Others». То есть она вас сразу перенаправит на вот этот портал. Следующее, вы здесь можете сразу перейти на «Как найти свой журнал», также получить информацию, как подготовить свой манускрипт к публикации, также узнать про открытый доступ и возможности продвижения вашего исследования в соцсетях, в научном мире и так далее. И, говоря про поиск журнала, мы сразу с вами перейдем на вкладку «Finder Journal». Здесь вы можете увидеть несколько опций по поиску, но мы сейчас с вами просмотрим именно две опции. Первая опция – это Journal Finder, который есть у издательства. Здесь у нас открылась сейчас вкладка, где мы можем просмотреть те области и доступные журналы для публикации. Нас интересует только бизнес и экономика, финансы, например. И, предположим, если мы с вами тоже однозначно понимаем, в каком направлении мы хотим опубликовать свой журнал, что, предположим, это только с бухгалтерией связано, то, как видите, результат у нас поиска уменьшился. Сейчас у нас 9 результатов, да, это было намного больше. Мы можем сейчас с вами убрать еще раз и посмотреть, что изначально было предложение на 1458 результатов, где можно было опубликовать статью. Соответственно, мы подключаем фильтр «Бизнес-экономикс», направление, делаем это «Аккаунтинг» и запускаем фильтр по тому запросу. Здесь у вас есть возможность просмотреть не только в частном порядке про каждый журнал, но вы можете сделать сразу какой-то сравнительный анализ тех журналов, которые вас заинтересовало. Я сейчас беру подряд любые три журнала, можно до четырех. Давайте до четырех сделаем и посмотрим, что предоставляет нам платформа. Соответственно, здесь можно посмотреть, в течение какого периода будет публиковаться ваша статья. Можно посмотреть уровень отказов и принятия статей. Также можно посмотреть импакт-фактор журнала, если для вас это очень значимо. А также вы можете посмотреть, сколько просмотров было на данный журнал, сколько просматривали. Также вы можете просмотреть, сколько будет стоить статья, публикация статьи, если мы говорим про открытый доступ. И, соответственно, другая информация по публикации. То есть многие журналы запрашивают обязательно наличие орг.айди. Этот айди вы можете получить бесплатно на сайте орг.айди.ком. И, соответственно, далее уже работать с тем журналом, который вас интересует, если та подборка информации вас заинтересовала. Также есть возможность посмотреть, что вам предлагает система, какие журналы она видит, что могли бы вас заинтересовать по тому запросу. И вы можете также дальше запустить поиск и просмотр. Здесь, нажимая, если мы говорим про частном порядке рассматривать журнал, то нажимая на любой журнал, вы переходите на вкладку, где будет представлена информация в таком страничном режиме. Вы можете здесь также посмотреть информацию про журнал, как долго наступает публикация статьи, какой импакт-фактор, сколько просмотров и так далее. Также цену публикации в открытом доступе. И немаловажно, здесь можно сразу перейти в раздел Submit Article, то есть опубликовать статью, если она у нас уже готова, либо почитать те рекомендации для авторов, которые имеются в этом журнале. Обращаю ваше внимание, что эти рекомендации могут в целом меняться в соответствии с каждым журналом, поэтому обязательно призываем вас изучать эту информацию. Эту информацию всегда можно изучить на сайте журнала. Мы сейчас, я вам покажу, как это сделать. Вот это, то есть мы сейчас перешли с той ссылки, которая была у нас тут, то есть Auto Guidelines. Но вы также можете это сделать, если, предположим, вы находитесь на платформе, давайте вернемся с вами, Wiley Online Library, то есть возвращаясь на заглавную страницу, здесь мы можем также это проделать, информацию, то есть, предположим, мы знаем, что нам интересует бизнес, бизнес и менеджмент и, предположим, реклама, в разрезе рекламы. Здесь мы можем сразу поставить фильтр журнала, чтобы не тратить время на просмотр. И, как видите, иконка Full Access говорит о том, что у вас есть доступ и все хорошо работает. Например, мы приподнимем Journal of Consumer Behavior. Здесь вы можете посмотреть главную страницу, обложку журнала, просмотреть последние выпуски, если это необходимо. И, соответственно, в разделе здесь, в меню, посмотреть об этом журнале, то есть сделать обзор об этом журнале, посмотреть метрики, контакты, информацию о редакторской составляющей этого журнала, про Open Access, открытый доступ и так далее. Соответственно, в разделе Contribute здесь как раз представлена та информация, которая необходима для авторов, для исследователей. Соответственно, здесь у нас полоса Guidelines. Вы можете перейти, про Open Access прочитать, как подать манускрипт, соответственно, подать те публикации, которые уже порашиваются журналом и так далее. И, соответственно, здесь вы можете в разделе Browse посмотреть более ранние выпуски, текущие выпуски или либо все выпуски. Соответственно, мы сейчас можем с вами просмотреть тот руководство для авторов, который есть для исследователей. Здесь можно все просмотреть, что необходимо вам, посмотреть, какой объем должен быть слов, какие есть особенности журнала и так далее. То есть всю эту информацию можно просмотреть. Если есть трудности с языком, предположим, да, английский для нас не язык носителя, поэтому мы можем всегда воспользоваться, перевести на русский и посмотреть, как машины перевод делают, и, соответственно, с легкостью понять общий смысл этой страницы и, соответственно, дальше уже приступить к тем задачам, которые у вас есть. Итак, здесь также, когда вы просматриваете каждый журнал, вы можете посмотреть метрики, которые были в разрезе About, и также подписаться на этот журнал. То есть подписавшись на этот журнал, вы будете получать уведомления по этому журналу, и, соответственно, вы также можете запрашивать, чтобы приходили какие-то уведомления либо на почту, либо, соответственно, получать запрос только в вашем личном кабинете. Так, возвращаемся обратно. И, вернувшись обратно, еще раз напоминаю, что вся полезная бесплатная информация о ресурсе от издательства «Вайлик» и подготовленная аналитическим отделом «Вайлик», она представлена в центральной части сайта, в разрезе исследователей, в разрезе библиотеки, в разрезе сообществ и авторов. То вся эта информация представлена бесплатно для всех пользователей. Вы можете обнаружить, что в каких-то разделах, как, например, авторы, могут предлагаться какие-то коммерческие услуги, такие как, например, выполнение редакции статьи, выполнение каких-то платных продвижений сайта и так далее. То есть это «Вайлик» также может предложить участникам, заинтересованным в продвижении своих ресурсов, и, соответственно, также параллельно вы можете, конечно, воспользоваться теми доступными ресурсами, которые есть на самом сайте. И возвращаясь на портал авторов, также хотелось бы показать второй вариант поиска журнала. То есть вы можете здесь, например, если вы знаете, как... Сейчас я вернусь обратно, чтобы еще раз показать. Здесь мы с вами только что просмотрели Journal Finder, инструмент «Как находить в сравнении и сравнивать, смотреть, какие есть возможности». Также смотрите, здесь есть очень много полезной информации, как понимать метрику журналов, что такое compliance, разные инструменты по контролю авторов и так далее. То есть вся эту информацию можно здесь увидеть. Здесь активные ссылки. Здесь вы можете просмотреть Browse, Hindavi, Journals. Этот журнал является открытого доступа, поэтому вы можете в направлении медицины, биомедицины. Если это вас интересует, вы тоже можете здесь посмотреть, скачать. Здесь можно посмотреть, какие журналы присутствуют в этом портфолио и какова будет цена публикации. И второй инструмент, который я хотела бы сегодня показать, это находить возможность поиска журнала, если у нас есть уже информация о том манускрипте, если есть у нас уже какая-то аннотация, название нашей статьи и так далее. Мы можем, для примера, как всегда это делается, взять любой журнал, взять его последний, предположим, статью и посмотреть, как система предлагается. Так, здесь у меня что-то, какая-то проблема с доступом. Давайте попробуем другую. Например, вот это. То есть мы здесь можем просто для примера я вам показываю, какая есть возможность. То есть мы здесь знаем, что у нас есть манускрипт, название, именование нашей статьи. Здесь мы можем абстракт скачать любой и для примера просто показать, как это работает. Соответственно, здесь система будет подсказывать полноту ваших данных, сильные ли данные, стоит ли что-то заменить и так далее. И, соответственно, мы запускаем Find a Journal. И здесь, как вы видите, здесь предлагаются те журналы, которые подходят больше всего к вам, вашему исследованию. То есть здесь вы также можете перейти на этот журнал, либо нажав на кнопку Submit, вы также можете запрашивать, сразу переходить на эту ссылку, либо здесь дополнительно делать те запросы, которые вас интересуют, если это только Open Access, либо опционально, либо то, чтобы Open Access не показывалось, чтобы показывалось только публикацию в закрытом доступе. Вот, здесь при подаче на статью вам необходимо обязательно иметь зарегистрироваться на аккаунте Wiley. Соответственно, вам будут отправляться все необходимые данные по данному порталу. И здесь вы можете уже подавать статью, видеть, делать треккинг вашего, рассмотрение вашего манускрипта и так далее. То есть это второе, возможность второго инструмента Find a Journal. Так, сейчас я возвращаюсь обратно. Здесь также на этом портале представлена информация по вебинарам для авторов. Здесь вы можете просмотреть, какие есть советы по подготовке. В статье здесь главное, что стоит обратить внимание на оптимизацию поиска ключевых слов, этика публикационно обязательно, и какие есть дополнительные ресурсы по написанию статьи. И, соответственно, вся эта информация представлена в хронологическом порядке, поэтому вы всегда можете возвращаться в тот раздел, который вас интересует, и далее уже работать с платформой. Платформа доступна для всех пользователей, поэтому, пожалуйста, приходите, переходите на платформу, используйте ключевые возможности, инструменты, которые предлагаются от издательства Vali. Как было сказано ранее, что издательство Vali является ключевым издательством и предлагает достаточно исключительный контент, который проходит несколько этапов ретензирования по этому данному ресурсу, данным статьям можно всегда верить и располагать их данными. На этом у меня основная часть и практическая закончилась. Сейчас я хотела бы смотреть, есть ли какие-то вопросы. Прошу прощения еще раз, что возникли трудности по просмотру демонстрации. Надеюсь, что много информации вы не упустили. Здесь представлены мои данные. Если будут какие-то вопросы по издательству Vali, по ресурсам, вы всегда можете обращаться любым удобным для вас способом. Вы можете позвонить, вы можете написать, и мы всегда будем рады ответить на ваши вопросы касаемо ресурсов, касаемо публикации. Мы всегда вас свяжем с людьми, кто занимается публикацией в издательстве Vali, потому что эта команда находится не в России, поэтому мы обязательно найдем тех ключевых лиц, которые помогут вам в написании и публикации ваших работ. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы, вы можете задавать свои вопросы в чате для вопроса специальной. Иконка со знаком вопроса справа сверху. Или включить микрофон и задать вопрос вслух. Микрофон можно включить, выйдя в эфир. Кнопка справа сверху, выйдя в эфир. Далее у вас появится иконка слева снизу микрофона, и можно будет включить. Екатерина Александровна, в чате вопросов нету. Я вижу, что никто не включает микрофон. Наверное, вопросов нет. Если вопросы будут, и они будут адресованы нам, как астинут, мы обязательно перенаправим к вам. Мы благодарны вам за проведенный мастер-класс, за доставленные материалы. Обязательно будем делиться с нашими слушателями с записью мастер-класса и материалами, которые вы предоставили. Большое спасибо. Я обязательно отправлю презентацию с окруженными ссылками. Можно просто перейти на эти ссылки и, соответственно, работать с удобством по тому ресурсу, который вас интересует. И вам всем желаю больших успехов, написаний ваших больших, значимых работ. И любые вопросы, которые у вас возникнут, пожалуйста, обращайтесь. Мы всегда здесь, рядом с вами, и готовы помогать с любыми вопросами по ресурсу МЛАНИ. Спасибо. Спасибо.